26 числа заступили на службу совместно с лейтенантом полиции Брухно Алексеем Алексеевичем в составе автопатруля 143. Патрулировали по городу Верхняя Салда. Около 20-59 по улице Энглиса, 77, была замечена автомашина ВАЗ-109, водитель которой неадекватно вел себя на дороге. Машина отличалась от прочих участников движения высокой скоростью. Несколько раз съезжала на обочину, чуть не прокинулась в кювет. У инспекторов возникли вполне логичные сомнения насчет того, что водитель способен управлять машиной и приняли решение об остановке транспортного средства. Значит, по Каламарсу 57 с помощью проблесковых маячков и громкоговорящей связи мы попытались остановить данного водителя, но данный водитель на наши требования не отреагировал, прибавил газ, стал скрываться. После чего проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, то есть это Ленина и Карла Маркса. То есть такие перекрестки у нас аварийные. После чего также проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, это Карла Липнихта и Карла Маркса. В результате чего водитель понял, что от погони ему не уйти, остановился у дома один по улице Карла Маркса и стали пересаживаться с водительского места на пассажирное водительское место. Старый и совершенно неэффективный прием пьяных водителей по перемене мест водителя и пассажира сотрудникам ГИБДД знаком давно. Мужчине, гражданину Кыргызстана, который управлял машиной, было предложено пройти процедуру медосвидетельствования, от которой он категорически отказался. И мужчина, и его спутница вели себя весьма агрессивно. То есть при составлении местного материала по статье 12.26, то есть это свидетельствование, они оказывали противоправные действия, то есть не реагировали на законные требования сотрудников полиции. Также потом размахивали руками, хватали за форменную одежду, пытались спровоцировать сотрудников ГИБДД, уйти от ответственности хотели административной. Также при доставлении УВД оказывали сопротивление. Тем не менее, пару доставили в участок. Я сидел на пасырыльском сидении, за рулем была жена. Ну как они остановили? Они сзади, с жерчевом-то никто по дороге не останавливал, а у нас муж в машине играл, мы не слышали. Сзади вот так догнали, и на перекрестке прям двоих вытащили, посадили машину и привезли сюда. Как бы она не увидела, перекресток переехала, да, что сзади, ну, полицейская машина, то, что я не видела. И все, они там перекрестки прям подъехали, типа вот, ну, красный перекресток, ну, не остановились, типа, на машине. Своей причастности к управлению автомобилем мужчина так и не признал. В процессе установления обстоятельств была досмотрена машина нарушителей. Пиво? Вы употребляете, да? А что? Нет, просто вопрос. Не, ну, на водительском сидении лежит. На сегодняшний момент на нарушителе составлено пять административных протоколов за невыполнение законных требований об остановке, за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, за отсутствие документов, за отказ от медосвидетельствования, за неповиновение распоряжению сотрудников полиции. Судебное заседание было перенесено на 5 декабря. На него будут приглашены свидетели, выступавшие в роли понятых при задержании, поскольку свою причастность к совершению правонарушения гражданин Киргизии категорически отрицает.